Вы когда-нибудь задумывались, как появились слова кардиган, галифе или гобелен. Очень просто. В прошлом все они чьи-то фамилии. Рассказываем о словах, за которыми почти всегда стоят реальные люди и ошибках, которые могут в этих словах возникнуть. Сэндвич. Сэндвич, сандвич. Правильно, сэндвич, сандвич. Сэндвичи, конечно, приятнее всего пробовать на зубок, но мы начнем с языка. Во-первых, словари фиксируют два равноправных варианта написания сэндвич и сандвич. А вот варианта через е, как вы уже догадались, в словарях не найти. Он считается ошибочным. Во-вторых, да, это съедобное существительное, как и бифстроганов с оливье, тоже связано с реальным человеком. В 18 веке в Англии жил такой граф Джон Монтюгюн, прозванный Сэндвичским по названию города Сэндвич. Так вот, этот граф очень любил азартные игры и однажды играл в карты сутки напролет. А чтобы не остаться голодным, попросил слуг принести ему пару тостов с прослойкой мяса между ними. Так по легенде и появились первые сэндвичи. Брюки Галифе Если вдруг не знаете, что такое Галифе, это брюки необычного покроя. Можно сказать, клеш наоборот. Название брюк связывают с именем французского генерала Гастона Александра Агюста де Галифе, который в 1890-е годы реформировал форму французских кавалеристов. Для сражений и походов они просто-напросто были удобнее. И немного про само слово. Ударение в нем падает на последний слог – Галифе. На конце, как видите, пишется Е, несмотря на твердое произношение. А если слово употребляется в связке с брюками, никакого дефиса между словами вставлять не нужно. Вспомним правило. Сочетания с неизменяемыми определениями, следующими послесуществительных, пишутся раздельно. Брюки – Галифе, юбка – Клеш, пальто – Реглан и так далее. Пальто – Реглан. А вот и пальто собственной персоной. Вообще в мире одежды существует немало названий, так или иначе связанных с именами людей. Например, создание кроя Реглан связывают с именем еще одного генерала, теперь английского – Фитцрая Джеймса Реглана. Регланом называют такой покрой одежды, в котором рукав с плечом составляют одно целое. Есть версия, что в одном из сражений генерал потерял руку и чтобы хоть как-то скрыть это, носил одежду с такими рукавами. Рентген. Рентген. Правильно, Рентген. Предлагаем обсудить слово, в котором довольно часто ошибаются. По запросу Рентген около 6 тысяч показов в месяц в Яндексе и почти 200 тысяч результатов в Гугле. А казалось бы, имя этого человека каждый знает уж точно. Вильгельм Конрад Рентген – немецкий физик, открывший рентгеновское излучение и получивший за это Нобелевскую премию. Тут ошибаться уж точно нельзя. Гобелен, 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 правильно, Гобелен. Гобеленами называют стенные ковры ручной работы, на которых обычно вытканы художественные изображения или плотную декоративную ткань с вытканными на ней рисунками. Обратимся к словарю Фасмера. Слово пришло к нам из немецкого или прямиком из французского «Гобелин» и связано с именем парижского красильщика шерсти по имени Гобелен. Можно встретить много вариантов написания слова, но правильный только один, и его придется запомнить. Журнал «Мод» снова с вами. Большинство словарей определяет кардиган как кофту на пуговицах без воротника, хотя сегодня можно встретить модели кардиганов и с воротниками. Название этого жакета тоже восходит к имени. Изобретение кофты приписывают английскому генералу Джеймсу Томасу Браднеллу, лорду кардигану. Правильное написание снова нужно запомнить. Редактор субтитров А.Семкин